Можно вас спросить про метро? Потому что я слышу много, очень много голосов критики, что в принципе закрывать метро и пользоваться только маршрутками, которые забиты до предела, то в принципе это еще более опасно. Тем более, что мы видим, что большие столицы, европейские и мировые, полностью микро не закрывают. На самом деле Лондон закрыл большую часть станций метро. Частично. Вопрос очень такой, знаете, философский. Могу сказать, что однозначно нужно ограничить максимальное количество контактов между людьми, и что является ключевой составляющей передачи инфекции. И в одном случае я хотел бы в другую плоскость перевести. Есть плоскость медицинская, есть плоскость, когда слышат органы местного самоуправления, с ними советуются, потому что мы также разделяем часть ответственности. Но вот господин Филатов спрашивал, задавал вопрос, государство выделило 100 миллионов на борьбу с коронавирусом, и примерно такую же цифру выделил Днепр. Вопрос, в чем нам помогли. Дело в том, что это большие убытки для местного бюджета. На самом деле, на сегодняшний день, не дожидаясь помощи, мы понимаем, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. И в этом ключе мы, не дожидаясь центрального бюджета, закупаем аппараты вентиляции легких. В этом ключе мы точно так же закупаем тесты, закупаем маски, понимая, что если мы будем ждать, то мы можем упустить самый главный момент, и в наших городах начнется распространение, потому что города, на самом деле, это большая концентрация людей, и распространение инфекции, в первую очередь, касается больших городов. В этом ключе, конечно, было бы здорово, чтобы нас правительство слышало, чтобы с нами советовались, нам помогали. Но в сегодняшней ситуации мы, давайте прямо говорить, рассчитываем только лишь сами на себя, и стараемся решить эти вопросы, которые являются вызовом. Но на самом деле вызовом не только для городов, для всего государства. Что касается города Киева, концентрация людей в городе Киеве, очень самая большая в Украине. Город Киев – это центральные авиационные ворота страны, и большое количество людей, которые приезжают, идут транзитом через город Киев, и вероятность заражения в городе Киеве максимальная. В связи с этим закуплено колоссальное количество, если еще позавчера было 200 аппаратов, сегодня это 300 аппаратов вентиляции легких, выделено из резервного фонда 260 миллионов на борьбу с этой болезнью. В данном случае мы сейчас покупаем у нас в городе Киеве 10 тысяч экспресс-тестов и две экспресс-лаборатории, которые куплены. Мы делаем все для того, чтобы безопасить жизнь и здоровье людей. И с огромным пожеланием обращаюсь ко всем, чтобы все с пониманием относились к той сложной ситуации, и вроде бы инфекции не видно, вроде бы погода хорошая, и каждый хочет выйти и пройтись по городу. Многие критикуют за то, что метро закрыто. Многие абсолютно не прислушиваются к рекомендациям, которые высказаны, не пользоваться общественным транспортом по возможности, не выезжать в город. Очень важно, сегодня об этом говорилось, и еще раз хочу подчеркнуть, не проспать этот момент, который проспали европейцы. И та же Италия, и та же Испания, и на сегодняшний день ситуация там вышла из-под контроля. Мы делаем всего сегодня для того, чтобы упредить данные вещи. И не исключаю, что в следующие дни, если будет... в случае заряжения коронавирусом будет увеличиваться, то мы будем уже вводить более жесткие меры в отношении передвижения города. Сегодня я получил рекомендации из города Уханя, и уже на протяжении двух дней ни одного нового случая заряжения коронавирусом в Китае нет. Они достаточно, уже, если можно говорить, справились с этим вызовом. Мы сейчас переводим. Очень интересные рекомендации. Я изучаю эти рекомендации, и в соответствии с того протокола, который мы получаем, будем дальше двигаться для того, чтобы использовать опыт Китая, для того, чтобы не... Давайте будем учиться на ошибках, которые были совершены и в Китае, и в той же Италии, и в других странах, для того, чтобы эти ошибки не повторяли.